Привет всем любителям DIY! С вами я, Вика Лайн, и сегодня я вам покажу целых 5 идей открыток своими руками. Поехали! Первая открытка. Нам понадобится заготовка для открытки, крафт и скраб бумага, а также разноцветная и плотная бумага, ножницы, клей. Для начала обклеиваю переднюю часть заготовки крафт бумагой. Далее из разных кусочков скраб бумаги вырезаю полоски 1,5х14-15 см, все разной длины. Приклеиваю их. Из плотной белой бумаги вырезаю прямоугольник 7х11 см. Нижние края закругляю, приклеиваю. Врезаю три цветка разного размера и тоже приклеиваю, но перед этим нужно было вклеить листочки под один из цветков. На две большие детали наклеиваю белые сердцевины, а сверху всех цветов полубусины. При помощи гелевой ручки пишу с 8 марта. Рисую прожилки у листьев и обвожу пунктиром белую деталь. Вот какая классная открытка получилась. Вторая открытка. Для нее нужна заготовка открытки, крафт бумага, скраб бумага, ножницы, клей, черная ручка, декоративная лента и белый лист бумаги. Заготовку обклеиваю крафт бумагой, приклеиваю полоску декоративной лентой, край обрезаю в виде флажка. Вырезаю бирку, которую я предварительно нарисовала на белой бумаге. Приклеиваю декоративный скотч и бирку. То же самое делаю с пятью сердечками, лучше их делать разного цвета и размера. Вверх тоже декорирую лентой. Клеиваю картинку со свечами. По краю рисую пунктир и пишу поздравления. Я думаю, что такую открытку было бы очень приятно получить. Третья открытка. Нам нужна заготовка, ножницы, клей, сердечко, круг, картонная кружева, надпись с поздравлением, сердечко из фетра, ленточки, крылья. Приклеиваю все детали на заготовку, как показано в видео. Кстати, этот набор для открытки я купила в магазине. Ленту отрезаю по ширине открытки. В центр сердца приклеиваю маленькое сердечко. Вместо надписи «Congratulations» можно приклеить, например, с 8 марта. Или просто «Поздравляю!» Из ленты делаю бантик с помощью вилки. Приклеиваю его наверх. У меня получилась милая открытка в нежных тонах. Четвертая открытка. Для нее понадобится лист скраб бумаги, ножницы, клей, фетр красного и зеленого цвета, стразы. Делаю скраб бумаги и заготовку открытки. Вырезаю из красного фетра по 5 лепестков двух размеров, то есть всего 10. Отрезаю из зеленого фетра полоску по ширине открытки и листочки. Сначала приклеиваю зеленые детали. А сверху красные, причем лепестки побольше вниз, а поменьше наверх. В середину цветка приклеиваю две стразинки. Приклеиваю бумажку, на которую буду писать с 8 марта, что впоследствии и делаю. Обвожу пунктиром. Точно так же обвожу зеленую полоску. На листочках рисую прожилки. А на лепестках при помощи белой ручки высветляю середины лепестков. Эта открытка отлично в себе сочетает яркие и светлые цвета. Пятая открытка. Для нее нужно заготовка, крафт бумага, цветочки и бирка, объемный скотч, пленка в виде вазы, ножницы, черная ручка, клей. Обклеиваю заготовку крафт бумагой. Рисую стебли и листочки. Кстати, вазу обвожу по контуру черным маркером и рисую блики. Закрашиваю стебельки. И обвожу черной ручкой. Приклеиваю вазу. Рисую на цветках середину. Все обвожу черной ручкой для контура детали. Приклеиваю цветы на объемный или вспененный скотч. На него же приклеиваю бирку, на которой написала поздравление с 8 марта. Ее дополняю пунктирным контуром. И на вазу приклеиваю бантик. Каждый из этих пяти открыток по-своему уникально. Мне кажется, что они обязательно понравятся вашим друзьям или родственникам. Ну а я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы это можете сделать, нажав на игонку моего канала вон там или на ссылочку внизу в описании. Огромное спасибо всем за просмотр. Пока!